Какие меры по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг необходимо предпринять? Как совершенствуется система государственного управления отраслью и насколько активно здесь внедряются передовые технологии? Все эти вопросы поднимались в областной администрации на совещании с участием заместителя министра регионального развития Анатолия Попова, губернатора области, глав муниципальных районов и городов. Главным предметом обсуждения стала программа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, которая в скором времени будет принята Министерством регионального развития. Подробности у Марии Иванченко. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства играет ведущую роль в жизни страны. Но для того, чтобы она работала эффективно и самое главное на благо жителей, ее необходимо модернизировать. На это направлена программа, разработанная Министерством регионального развития. В частности, в ней предлагается осуществлять финансирование данной сферы как из федеральной казны, так и за счет привлечения частного капитала. Во всем мире работает такая система. Работают федеральные, региональные деньги, но они носят стимулирующий характер с целью привлечения в отрасль частных средств и средств инвесторов. Все это предусмотрено в разработанной нашим министерством комплексной программе. Еще один вопрос, который четко прописан в федеральной программе управления многоквартирными домами. В многоэтажках на сегодняшний день проживает более 70% всех жителей страны. Не секрет, что сегодня далеко не все ТСЖ или управляющие компании справляются со своими обязанностями, что приводит к многомиллионным долгам перед поставщиками энергоресурсов. Минрегион предлагает принять закон, в котором были бы прописаны требования к управляющим компаниям, а также стандарты их деятельности. И что немаловажно, он позволит контролировать их работу. В проекте закона предусмотрено, что администрация региона может определить ту организацию, которой все управляющие компании будут подотчетны. Как правило, это жилищная инспекция региона. И, видимо, так и будет прописано в законопроекте. Кстати, власти нашего региона уже разработали свои предложения по совершенствованию работы управляющих компаний. В частности, есть идея создать единый расчетно-кассовый центр, куда будет стекаться вся информация о материальных и финансовых потоках поставщиков коммунальных услуг и их потребителей. Тем самым, деятельность всех игроков на рынке ЖКХ будет максимально прозрачна. И жители будут знать, на что конкретно пошли их деньги, которые они заплатили управляющим компаниям. Ту программу, которую мы приняли, а это программа реформирования ЖКХ по Волгоградской области, мы скорректируем. Она программа есть, вы ее знаете. Она программа с деньгами. Но с учетом тех стратегических вопросов и направлений мы скорректируем. А что такое предложение? Ну, безусловно, РКЦ, то предложение создать единственный РКЦ с филиалами во всех муниципальных городских образованиях, городских округов, мы это будем делать, безусловно. На совещании обсуждались и проблемы в сфере ЖКХ. В частности, много нареканий было высказано в адрес Волгограда. Так, в областном центре спустя два месяца после начала отопительного сезона многие коммунальные объекты так и не получили паспортов готовности, а долги перед поставщиками газа составляют более 360 миллионов рублей. К сожалению, надо констатировать, что в Волгограде, в областном центре наиболее плачевная ситуация. То есть у нас есть зеркально противоположное. Там нам докладывает город Михайловка, Кожевников, и говорит, что у них вообще никаких задолженностей, работает, все под контролем. В то же время в областном центре многие проблемы не решаются. Так что здесь есть над чем задуматься. Руководство области на сегодняшний день готово помочь Волгограду в регулировании проблем с газовиками. Для этого в течение недели властям города необходимо предоставить необходимый пакет документов.